Бали – это рай на земле или обычная азиатская деревня? Давайте разберем все плюсы и минусы острова Бали. Итак, давайте разбираться. Все-таки Бали – это рай на земле или обычный южноазиатский остров в южноазиатской стране, которая ничем не отличается от Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и других остальных стран. Что мы знаем о Бали? Мы знаем все то, о чем нам показывают блогеры на YouTube, в Instagram и, конечно же, красивые картинки в Pinterest. В Бали – это водопады, это вулканы, это невероятно красивая природа. Это жизнь на виллах с бассейном вблизи океана, но мало кто показывает вот это. Особенно на Бали классно иметь спортивные тачки. Вот сейчас в Феррари. В пробке стояла. И, судя по пробке, она до выезда доедет через часа два с половиной, не меньше. Я прожил на Бали практически три года. Первый раз я прилетел сюда в 2018 году, прожил здесь год, вернулся в свою страну на пару месяцев, потом опять вернулся, прожил год, вернулся на время COVID-19 опять в свою страну. И уже спустя два года после COVID-19 мы вернулись сюда уже в полном составе семьи и живем здесь уже полгода. Если первые мои прилеты на Бали я здесь жил один, жил парой с девушкой, то сейчас мы живем с семьей. И мне есть сравнить то Бали 2018 года и сегодняшнее 2022-2023 года. Я могу сравнить, как здесь жить одному человеку, либо семьей. И это совершенно два разных Бали тогда и сейчас. И совершенно два разных Бали, если ты прилетаешь сюда один или семьей. Это разные расходы, это разные требования к условиям жизни, это разное размещение, это разный транспорт, это два разных вида отдыха, два разных вида проживания. Вот сегодня мы попробуем разобраться в плюсах и минусах, прилетая на Бали одному, либо семьей. Для начала давайте начнем с плюсов, из-за которых все любят Бали, хотят сюда прилететь, хотят сюда переехать, жить. Самое главное это, наверное, красивая природа. Красивая не только красивая, как везде в Азии или везде на экваторе, она здесь разнообразная. Остров в высоту 80 километров, ширину 140 километров. То есть это небольшой остров, на самом деле, который можно с одной до другой части доехать 2-3 часа. Но на этом острове сконцентрированы водопады, загибаем пальцы, разные моря, океаны, несколько вулканов, горы, хребты, рисовые террасы и так далее, и так далее, и так далее. То есть в каких-то странах есть горы, в каких-то странах есть хороший океан, в каких-то странах есть какие-то достопримечательности, природные объекты интересные. Но так получилось, то что на Бали это собрано все в одном месте. И ты, сядя на машину или на байк, можешь за 2-3 часа доехать до любых природных красот. И это, наверное, самый большой плюс, потому что тут тебе и с мантами поплавать, и с дельфинами поплавать, и с черепашками, и на горы подняться, и с вулканов. Видео поснимать, и с водопадов попрыгать, и по рисовым террасам походить. В общем, на Бали самая главная достопримечательность природа. И это, наверное, самая жирная фишка, которая перекрывает все остальные минусы, о которых мы будем говорить немного позже. Следующий плюс, вытекающий из предыдущего, здесь очень много досуга. Как активного досуга, так и просто почилить на пляже, либо прокатиться по каким-то невероятно красивым достопримечательностям. По храмам, по водопадам. Здесь можно заниматься дайвингом, серфингом, хайкингом, ходить по горам. Здесь можно путешествовать по соседним островам, кататься на квадроциклах, на мотоциклах по вулканам. И вот такого досуга, который есть на разных курортах, он здесь собран весь, можно полетать на парашютах, на парапланах. Он здесь собран на Бали. И фишка в том, что здесь очень дешево. К примеру, два погружения с аквалангом на востоке острова в Амеде стоит 50 долларов. Это 3,5 тысячи рублей, два погружения. Тебя будут возить на машине с одной точки до другой, у тебя будет инструктор. Здесь есть чем себя занять. И развлечение себе найдет здесь абсолютно каждый. Это очень жирный плюс, из-за которого сюда едут туристы со всего мира. Взять, например, доску для серфинга в аренду на пару часов, это 50 тысяч рублей. Это всего 225 рублей. Весь день в Вейк-парке стоит 1,5-2 тысячи рублей. Где-нибудь в России, в Москве или даже в средней полосе, там где я живу, это стоит в разы дороже. Полетать на параплане, это тоже пару тысяч рублей. Дайвинг, как я сказал, несколько погружений, это тоже пару тысяч рублей. То есть, понимаете, за несколько тысяч рублей ты можешь себе позволить все то, что на других курортах стоит гораздо дороже. Следующий плюс, это доступность океана вблизи любого района и любого города. Где бы ты ни заселился, это центр острова Убут, это Чингут усовочный район, Букит полуостров. Это какие-то туристические районы, как Санур, либо Восток острова. В общем, там где живут люди до океана максимум час. И это просто с самой дальней точки острова. В большинстве случаев, где бы ты не снял себе отель, апартаменты, либо какой-нибудь местный локал домик, тебе до океана будет ехать 15, 20, 25 минут. И это здорово. И следующий плюс, вытекающий отсюда, на Бали практически ты не ощущаешь сезонность. Во многих странах Азии есть сезонность. Влажный сезон, сухой сезон, сезон дождей, например, показывают где-то в Таиланде. Или где-то на Филиппинах какие-то тайфуны заливают неделями дожди. Здесь он очень мягкий, здесь дождь идет либо ночью, либо всего лишь пару дней. И ты практически не замечаешь этот сезон дождей. В общем, хочу сказать о том, что вот эта вот азиатская экваториальная сезонность здесь не чувствуется. Здесь круглый год практически одна и та же температура. Следующий плюс, вытекающий отсюда, это круглогодичная теплая вода в океане. Независимо от сезона ты можешь купаться, потому что температура воды в среднем 28 градусов. Когда бы ты не приехал, зимой под Новый год или летом, ты всегда можешь купаться. И, конечно же, очень жирнючий плюс острова, о котором говорит просто каждый, кто здесь побывал, вы уже... Это окружение. И реально на острове большой концентрат интересных людей, блогеров, артистов, музыкантов, различных предпринимателей. И это такая точка притяжения интересных людей. Это как, не знаю, как Москва на максималках. Если ты в Москве можешь, где-нибудь в Москва, в Москва-Сити, там в Афимоле пересекаться с блогерами, с артистами, да, то здесь их еще икс-10. И где бы ты еще в своем городе мог встретить каких-то иностранных крутых артистов, музыкантов, певцов? Как бы ты с ними мог пересечься? Вот, на Бали пересекаться и знакомиться с такими людьми очень легко, потому что здесь какие-то социальные маски сняты, и ты в кафешке, на пляже, у кого-нибудь, у друзей на вилле, ты можешь пересечься с крутым популярным певцом, которого ты, не знаю, по телевизору 10 лет до этого смотрел. Следующий плюс. Если ты сюда летишь один, то жить, в принципе, достаточно недорого. В 1000 долларов можно обеспечить себе хороший уровень жизни. Но здесь есть такой момент, который мы озвучим в минусах. Когда ты здесь живешь парой или семьей, то расходы очень большие. Они настолько большие, что ты, в принципе, можешь за эту сумму жить где-нибудь, не знаю, в Калифорнии или где-нибудь в Дубаях, ну, в очень дорогих странах. Но, если ты прилетаешь сюда один, тебе не нужны суперкрутые условия. Ты можешь жить в гистхаусе, это гостевой дом, где у тебя будет своя, типа, мини-студия. Комната с ванной, с туалетом, и просто будет общая кухня. Но это плюс, если ты прилетаешь один, потому что ты в мини-гостинку заселяешься, есть сразу много людей, с которыми можно познакомиться. Такая гостиница может стоить 200-300 долларов. Еще один очень важный плюс. Живя на Бали, очень легко и доступно можно путешествовать. Можно посетить ближайших 10-15 стран, не выделяя на это огромные бюджеты. Потому что билеты куда-нибудь в Малайзию, в Калампур, в Таиланд, во Вит-Нам, в Сингапур, в Гонконг, на Филиппины. Билеты стоят недорого. 3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей, 6 тысяч рублей. То есть путешествовать в другие страны с Бали дешевле, чем в России из региона в регионы. Это дешевле, чем из Екатеринбурга мне слетать в Питер или в Москву. Это даже дешевле, чем из Екатеринбурга мне съездить в Пермь к своим родителям. Потому что я на бензин и на какие-то там расходы больше потрачу. Я уже не говорю о том, что путешествовать по Индонезии. Вокруг Бали есть десятки островов туристических, на которых плавают паромы. И ты за 500 рублей даже дешевле можешь туда уплыть. Ты реально, имея какой-то бюджет в 20-30 тысяч рублей, можешь сгонять на другой остров, либо в другую страну и просто расширить сознание. А теперь поговорим о минусах и добавим ложку дегтя в те сладкие фантазии, которые вы, наверное, уже сформировали, прослушав первую часть видео. Самый главный минус, который почувствовали вот сейчас после пандемии, это перенаселение острова. Во-первых, Индонезия это густонаселенная страна, в которой население на минуточку в два раза больше, чем в России. Казалось бы, какая Россия по площади и какая маленькая Индонезия, но народа здесь больше. Прикиньте здесь, какой концентрат людей на островах. Но дело не в этом. Дело в том, что люди два года не путешествовали во время коронавируса и планировали свои путешествия. И когда открылись границы, хлынул туристический поток. Вот. И второй момент. Когда в мире произошло, то сейчас происходят вот эти вот все события, люди из многих стран вынуждены были приехать сюда на долговременное проживание. Если раньше был тренд перезимовать на два месяца, на месяцок прилететь, то сейчас люди приезжают сюда на год, на два, на пять. И когда вот хлынул туристический поток с соседних островов сюда, начало ехать очень много людей на заработки. Здесь стало больше местных гастарбайтеров, ну так назовем, да, не обижайтесь, местных приезжих, кто зарабатывает. Здесь стало много тех, кто приезжает сюда жить. Здесь стало много туристов. И народа, правда, очень много. И особенно это видно на дорогах. Это уже второй минус. Трафик на дорогах просто сумасшедший. Ты просто, бывает, стоишь на каком-то перекрестке 15-20 минут. И народа, правда, очень много. Многие разочаровываются из-за этого, уезжают куда-нибудь в Таиланд. Многие уезжают с Бали и говорят, блин, в ближайшие годы мы пока сюда точно не хотим. Потому что на дорогах жопа, потому что людей очень много. Становится некомфортно жить. Следующий минус – это очень сильно стремительно растущие цены. Все меняется в этом году. Теперь в Бали это не такая дешевая Азия, как раньше. Оно и всегда было чуть дороже в Бали, потому что Индонезия чуть дальше находится. Это чуть дальше лететь, чем в Вьетнам, либо в Таиланд. Это островное государство. Здесь продукция привозная, поэтому у нас здесь опять дороже. Но из-за потока туристов создался очень большой спрос на жилье, на транспорт. Соответственно, где растет спрос, там и растет цена предложения. И чтобы вы понимали, цены на жилье выросли примерно в три раза. Если раньше двухэтажный дом можно за 8-10 миллионов рупий снять, это 35-40 тысяч рублей. Сейчас такой дом будет 120 тысяч рублей. Если раньше байк Юмаха Эн Макс стоил 100 долларов, полтора миллиона рупий, то сейчас практически 3 миллиона рупий, практически 200 долларов. И помните, из плюсов я говорил, что если ты прилетаешь один, здесь можно дешево и комфортно жить. И тогда я сказал, что в минусах мы обсудим кое-что другое. Если ты прилежаешь один, тебе нужны минимум условия, ты в принципе в 1000 баксов можешь нормально жить. Но если вы сюда прилетаете парой или с ребенком, и вот расход там семьи в среднем, моих знакомых, с кем я общаюсь, 4-5 тысяч долларов. Но за 4-5 тысяч долларов можно жить в Дубаях, можно жить где-нибудь в Соединенных Штатах Америки даже. Очень дорого, ребят, и это правда. Еще один очень страшный и неприятный минус, то что на Бали мало хорошего чистого жилья. Просто элементарно, чистое жилье здесь практически отсутствует. Его, наверное, ну не соврать, 2-3% из всего. Остальное жилье ветхое. И если ты хочешь жить в чистых условиях, в которых ты привык, приезжая в отпуск, опять же там в Турцию, в Таиланд, за небольшие деньги, то здесь дом или вилла со свежим ремонтом будет начинаться, наверное, от 2-4 тысяч долларов и выше. Следующий минус это менталитет местных. Когда ты сюда прилетаешь туристом, то менталитет местных и их культура, их религия, это плюс, несомненно. Потому что ты проникаешься их дружелюбностью, они очень улыбчивые. Их религия просто вдохновляет, их отношение к жизни, их невероятные храмы, их подношения, их образ жизни. Они расслаблены, они очень приятные болицы, очень кайфовые люди. Но, как я сказал пару минут ранее, не путайте туризм с эмиграцией. Когда ты здесь пытаешься обустроить свою жизнь, свой быт, то вот эта вот медлительность, этот островной менталитет, Это проявляется в элементарных моментах, хочешь ты получить банковскую карту, в банк тебе придется 3 дня ходить, сидеть в очереди по 5 часов. К примеру, какие-то бытовые работы по дому вам нужно, электрика вызвать, водяной насос сделать, я не знаю, уборщика или что-то. Это может затянуться на недели, и это настолько некачественные могут быть услуги, что тебе будет сложно. Как говорят люди, которые здесь давно живут, просто нужно принять остров, просто нужно принять такой образ жизни. Следующий минус это отсутствие инфраструктуры. Я уже не говорю про общественный транспорт, ладно уж, мы в Азии, какие там автобусы, метро и так далее. Мы в Азии, окей. Здесь элементарно нету мест, где погулять. Здесь нет тротуаров, здесь практически нет парков, каких-то мест, где можно с семьей, как мы привыкли выйти из дома, пройтись там до магазина, погулять по микрорайону с детьми, с друзьями, с коляской, да, семейной. Здесь такого нету. Здесь, чтобы найти детскую комнату или какой-то парк, нужно, во-первых, его найти, во-вторых, ехать 20, 30, 40 километров куда-нибудь его искать. Когда ты живешь, иногда хочется, знаете уж, приодеться там в чистую свежую городскую одежду и вечерний променадик прогуляться, подышать на людей, посмотреть. Здесь это сложновато, здесь этого практически нет. И это тоже минус. И, наверное, последний минус, о котором я хочу вам рассказать, это грязь. На Бали правда грязная, потому что Бали это все-таки деревня, это большой частный сектор. Это не азиатский туристический город. Это большой растянутый частный сектор. И как в любой деревне здесь грязные улицы, мусорки на поворотах, стройматериалы какие-то, кирпичи валяются и очень-очень много пластика. Вот сидят индонезийцы на пляже, кушают еду, на закат встречают, они встали и ушли. Вот этот весь мусор, который после них остался, у них даже не возникнет мысли это убрать. Вышел человек возле дома, поел, попил, бутылку вот так кинул, и она будет валяться очень-очень долго. Никто их, конечно, практически здесь не убирает. Поэтому здесь грязно, и эта грязь напрягает. Здесь, конечно, не так грязно, как в Индии, да, вот эти вот страшные видео, которые на Ютубе смотрим. Но, тем не менее, это все-таки большой минус. Ну что ж, вот такой он райский остров Бали. Может быть и не райский, я не знаю. Вы смотрели видео, сами делайте выводы. Райский он или не райский, дорогой он или дешевый, чистый он или грязный. Не забывайте подписываться на канал и помните самую главную вещь. Не забывайте путешествовать, потому что это того стоит.